В 2022 году британская монархия не будет отмечать важную историческую веху, и это будет событие, о котором вы не раз еще услышите в 2022 году. Королева Елизавета II станет первым британским монархом, дожившим до платинового юбилея правления. То есть 70 лет назад она взошла на престол и приняла бразды правления после смерти своего отца, Георга VI, в 1952 году. И для большого празднования этой важной даты запланировано множество пышных мероприятий. Мы узнали некоторые подробности об этом событии. В то время как любое празднование годовщины можно назвать юбилеем, Британия положила начало официальной традиции празднования пребывания монарха на троне, отметив золотой юбилей короля Георга III в 1809 году. То есть он занимал трон 50 лет. Платиновый юбилей знаменует собой огромную веху как для Елизаветы II, так и для Великобритании. 70 лет – это самое продолжительное правление для любого британского монарха. Ближе всех к этому впечатляющему рубежу когда-либо подходила королева Виктория, которая занимала пост монарха почти 64 года. Ей исполнился 81 год, когда она умерла в 1901 году. Да, официально праздник в честь Платинового юбилея начнется в четверг 2 июня и продолжится до воскресенья 5 июня. Но учитывая исключительность всей ситуации, в течение 2022 года ожидается еще множество торжеств, посвященных теме Платинового юбилея. В день открытия начнется парад в честь дня рождения королевы, более известный как Труппензе Кавер. И хотя королеве исполнится 96 лет в апреле, именно в июне состоится настоящая вечеринка по случаю ее дня рождения. Более 1 400 марширующих солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов соберутся вместе, чтобы принять участие в шествии, сообщается на официальном сайте британской королевской семьи. Парад закончится полетом королевских военно-воздушных сил, а сама именинница и ее семья будут наблюдать за ним с балкона Букингемского дворца. Меган Маркл и принц Гарь объявили о своем желании купить второй дом в Великобритании, поскольку им не хватает элементов своей прежней жизни в стенах Букингемского дворца. Известно, что герцоги сасекские отказались от обязанности главных членов королевской семьи в марте 2020 года. С тех пор пара живет в особняке за 11 миллионов фунтов стерлингов в Монте-Сито, где провели свое первое Рождество вместе с новорожденной малышкой Лилибет. Стоит отметить, что наследницу Меган и Гарь еще не познакомили с королевской бабушкой и остальными членами монаршей семьи. Стоит отметить, что сасекские хотят продать свой особняк, которым уже заинтересовались одни состоятельные покупатели. Согласно очень хорошему источнику, похоже, что Гарри и Меган переезжают. Но, что более важно, они также рассматривают вторичный объект недвижимости, и он может быть здесь, в Соединенном Королевстве. Я действительно думаю, что Гарри скучает не обязательно по своей прежней жизни в Великобритании, но, безусловно, по элементам того, чем он наслаждался, живя здесь, в Соединенном Королевстве. Он не собирается возвращаться и жить под знаменем королевских дворцов, но хочет сделать что-то очень похожее на то, что делает принц Чарльз. У него есть Хайгров, это его главный дом, это тот, где, по-видимому, он ощущает себя счастливым, объяснил королевский эксперт. Известно, что второй дом принца Уэльского Хиграва Оэс расположен в Гластершире и был куплен в 1980 году. А принц Уильям и Кейт Миддлтон обосновались в Энмерхолле, который находится в Норфолке. Сообщается, что принц Гарри и Меган Марк будут искать дом недалеко от Лондона, возможно, особняк будет располагаться недалеко от Виндзорского замка. В ноябре минувшего года произошло историческое событие – двойные крестины представителей британской королевской семьи. Стоит отметить, что после долгого отсутствия из-за плохого самочувствия Елизавета II все-таки смогла поприсутствовать на мероприятии. Процедура крещения двух правнуков монарха – первенца принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка и третьего ребенка Зары Майка Тиндал прошла в королевской часовне всех святых в Виндзоре. Известно, что август появился на свет 9 февраля, а малыш Лукас родился 21 марта. Эксклюзивные и долгожданные фотографии Евгения поделилась в первый день Нового года в своем личном аккаунте в Инстаграм. На снимке запечатлен главный процесс крещения и виновники мероприятия – малыши Август и Лукас. На снимке принцесса Йоркская держит сына, на котором было надето традиционное королевское белое платье, специально предназначенное для религиозного процесса. Стоит отметить, что крещение произошло на следующий день после того, как монарх отметила 74-ю годовщину своей свадьбы с покойным мужем принцем Филиппом. К сожалению, крещение внуков прошло без герцога Эденбургского, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. К слову, его правнуки Август и Лукас названы в честь принца Филиппа, ведь так же звучит вторая часть имени каждого из мальчиков. С Новым Годом всех! До свидания, 2021 год! Год, который благословил нас нашим мальчиком и видел, как наша семья росла и радовалась вместе с ним, подписала пост принцесса Евгения, в котором также упомянула, что ее сестра, принцесса Беатрис, также поприветствовала маленькую дочку осенью минувшего года, которую назвали Сионной. Известно, что сейчас принцесса Евгения и Беатрис вместе со своими семьями отдыхают на лыжном курорте в Вербье, где замечательно проводят время. В честь праздника принцесса Евгения решила вспомнить самые выдающиеся события последних 12 месяцев. Для этого она поделилась целой коллекцией семейных фото в своем инстаграм-аккаунте. С Новым Годом всех! До свидания, 2021 год! Написала принцесса. Год, который подарил нам сына, год, в который наша большая семья росла и приветствовала других малышей. Но еще это год, который забрал некоторых из наших любимых людей. Мы всегда будем их помнить. В прошлом году Евгения впервые стала мамой. В феврале она и ее супруг Джек Бруксбэнк отпраздновали рождение сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. В новогодней публикации она поделилась очаровательными фотографиями, сделанными во время совместной прогулки, предположительно на территории поместья Фрогмар, где принцесса сейчас живет. Также Евгения опубликовала трогательное селфи с мужем. Церемония их бракосочетания прошла в октябре 2018 года в Часовне Святого Георгия. Кроме того, в подборку попали по-настоящему эксклюзивные кадры скрещения Августа и его троюродного брата Лукаса в Виндзоре. Примечательно, что в тот день на мероприятии появилась Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдых после вынужденной госпитализации. К сожалению, год запомнился не только радостными событиями. Королевская семья до сих пор оправляется после кончины принца Филиппа, а Беатрис и Евгения оказались в сложной ситуации из-за судебных разбирательств их отца, принца Эндрю. Развод – это не просто тягостный в эмоциональном плане процесс, но и целый комплекс юридических вопросов, которые касаются раздела имущества, опеки над детьми и прочего. Ситуация ухудшается, если речь идет о представителях королевской семьи. Их развод можно смело назвать настоящим испытанием, которое требует и времени, и терпения. Кроме того, изменение семейного положения может привести к неприятным последствиям и самым различным сложностям, с которыми сталкиваются королевские особые их экс-избранники. Когда представитель королевской семьи женится или выходит замуж, он может передать избраннику или избраннице какой-то титул. Так Леди Диана получила статус принцессы, когда вышла замуж за принца Чарльза, а Сара Фергюсон, ставшая супругой принца Эндрю, получила титул герцогини-йоркской. Вот только после того, как брак рухнул, титулы вполне могли забрать, и та же принцесса Диана уже не могла бы носить его дальше. К счастью для бывшей супруги принца Чарльза, королева сохранила за ней титул принцессы Уэльской, и она продолжала называть себя так даже после развода. Елизавета II отнеслась по-доброму и к саре, которая также стала бывшей невесткой. После того, как брак с Эндрю остался в прошлом, для Фергюсона ничего не изменилось. Она, как и прежде, осталась герцогиней-йоркской. Тем не менее, если бы Диана или Сара вступили во второй брак, их титулы были бы тотчас же аннулированы. Более того, после развода никто не мог называть их ваше королевское высочество. Это обращение неприемлемо к бывшим членам королевской семьи. Расставание с представителем монаршей семьи может происходить по-разному. В старину король мог запросто отрубить голову своей бывшей супруге, но, к счастью, сегодня подобное варварство осталось в прошлом. Если представитель королевской семьи и его избранница разводятся, жизни экс-супруги ничто не угрожает. Но остаются ли за этим человеком какие-то привилегии? Этот вопрос решает королева. Например, когда развелись Диана и Чарльз, бывшая невестка Елизаветы II сохранила за собой право распоряжаться Кенсингтонским дворцом. Кроме того, она по-прежнему могла пользоваться частными самолетами, принадлежащими королевству и другими благами.